Зимана Марсезонт, Mars Express, прислал фото заснеженного озера. 21 декабря 2018 года, 18 часов 22 минуты Анастасия Ксенофонтова Европейское космическое агентство опубликовало новые снимки с борта станции Mars Express, на которых виден ледник, занимающий практически все дно кратера Королева диаметром 82 километра. Примечательно, что водяной лед толщиной 1,8 километра присутствует в кратере круглый год, из-за высоких стенок природного резервуара попадающий в него воздух охлаждается и образует над ледяным дном своеобразный щит, не дающий озеру растаять. Европейское космическое агентство опубликовало снимки с борта станции Mars Express, на которых виден ледник, занимающий практически все дно кратера Королева диаметром 82 километра. Новогоднее фото удалось получить, скомбинировав несколько снимков, сделанных стереокамерой высокого разрешения Харскак. Для лучшего зрительного восприятия цветовую гамму изображений немного скорректировали. Ударный кратер, названный в честь ракетостроителя Сергея Королева, расположен в северной полярной шапке Марса. Глубина природного резервуара – около двух километров, а толщина водяного льда в его центре достигает 1,8 километра. Примечательно, что, несмотря на смену времен года, ледник не тает. Ученые объясняют это эффектом холодной ловушки, из-за высоких стенок кратера, попадающий вглубь него воздух охлаждается и образует над ледяным дном своеобразный щит. В результате, температура атмосферы над озером остается низкой круглый год. Зонд. Mars Express. Также провел топографическую съемку кратера Королева. На получившемся фото можно увидеть перепад высот от начала обрыва природного резервуара до его дна. Также по теме. От Марса до экзопланет. Какие проблемы связаны с поиском жизни за пределами Земли за пределами Солнечной системы? Вероятно, есть планеты, потенциально пригодные для жизни, но рассмотреть их с Земли невозможно даже с. По мнению ученых, если человечество когда-нибудь начнет колонизацию Марса, область вокруг кратера Королева может претендовать на место для создания первых поселений. При нехватке воды полярный регион с обширными ледяными шапками обеспечит людей жидкостью. Снимок кратера Королева был сделан в честь очередного юбилея миссии. Mars Express. Зонд вышел на орбиту Красной планеты почти 15 лет назад, 25 декабря 2003 года. Три из четырех приборов для зонда были разработаны при участии российских ученых. Инструменты на борту космического аппарата предназначены для поиска в марсианской атмосфере газов, например метана, наличие которого может свидетельствовать о биологической или геологической активности. В 2004 году Mars Express удалось обнаружить следы метана в атмосфере Красной планеты. Однако исследователи пока не смогли получить надежные доказательства того, что газ выделяется из-под поверхности Марса, а не формируется в космосе из пылевого вещества Солнечной системы.